Украина изобрела собственную высокоточную планирующую бомбу, которая может стать ключевым оружием для ударов по целям в России. Что это? Как описать это важнейшее событие в ходе российско-украинской войны? Если честно, когда говорят об украинских планирующих бомбах, которые будут производиться в Украине, почему-то они считают, что они очень похожи на французский «Хаммер». Но, с другой стороны, российский «Шахет» тоже похож на иранский «Шахет». Но от этого его эффективность не становится другой. Тут главное другое, когда мы слышим о появлении украинских планирующих бомб, это практически предтеча будущих мирных переговоров. Смеяться не надо, потому что об этом частенько любят поговорить на Западе, и не только на Востоке, на Юге миротворцев очень много. Но все какие-то эти миротворцы странные. Они иногда намекают на то, что Украина должна что-то уступить. Совсем недавно Олаф Шольц, канцлер федеральной Германии, говорит о том, что будет следующий саммит мира, давайте позовем Россию. Давайте, отвечают ему в офисе президента. Почему бы их не позвать? Может быть, удастся даже подержаться за их кадыки. Это я уже добавляю, если что, от себя. Шольц такого не говорил. Но после этого выходит большая статья в итальянской газете «Ля Република», которая говорит о том, что в связи с тем, что у Шольца какие-то проблемы с рейтингом в Германии, то это можно компенсировать мирным договором с Российской Федерацией. И мирный договор не какой-нибудь такой очень понятный и справедливый, а почему-то предполагает, якобы по мнению авторов «Републики», уступки украинских территорий. Ну, я тут не собираюсь кричать, что это зрада или не зрада. Пусть Олаф Шольц покажет свой план полностью. Но пока в Германии по этому поводу уже совсем другие ветры. Потому что говорят, что «О-о-о, нет-нет-нет, оппозиционные партии начинают критиковать Олафа Шольца по этому поводу». Так что война, скорее всего, да не скорее всего, это практически очевидно. Если Путин завтра не умрет, будет продолжаться. И продолжаться она будет уже по новым правилам. Ну, во-первых, в Курской области. Во-вторых, с использованием все новое и нового вооружения. Вот мы почему-то, я даже об этом делал целый отдельный стрим в субботу, как-то сильно приуныли по поводу прошедшего последнего Рамштайна. Потому что нам официально не объявили о передаче «Звезды смерти». А я вот хочу вам сказать, что там на болотах воспринимают это совсем по-другому. С таким, знаете, каким-то придыханием. И даже самые ценные агенты Путина начинают себя проявлять с другой стороны. Теряют уверенность в себе. Да, о ком я говорю, как вы думаете? Вы думаете и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы называем здесь вещи своими именами. Я говорю о Владимире Соловьеве, который вот так прекрасно рекламирует наши новые планирующие авиабомбы. Потому что этот чувак, ну, как же его называют, помет. Да, Владимир Рудольфович Помет, любитель дачи на острове, на озере Кома. Он теперь демонстрирует свою смелость. Внимание, где? Да, в Курской области. И какие-то у него высказывания, ну, смотрите, ну, совсем неоднозначные. Ну, разве с таким настроем победить? Вот на памяти нашего поколения была страшная трагедия. Мы родину потеряли. Я видел у некоторых шевроны, где Советский Союз. Если эту войну не выиграем, и родина не будет, да и мира не будет. Как сказал Верховный, а зачем такой мир, в котором нет России? А это значит, надо победить. Верховный это Креблевский упырь и Владимир Владимирович Путин, который что-то путает, да. Значит, зачем нам такой мир, где не будет России? Есть же другая еще опция. Опция того, что, а, Россия заканчивается, и все знают, где она заканчивается. В рамках международно признанных границ. И изгнание рашиков обратно в Рашу, тавтология, ну, нормальная. Как ни странно, в интересах самих рашиков. Так вот, главпропагандист Кремля, а помет он в данном случае на уровне Маргариты Симоньян. Хотя нет, Маргарита Симоньян все-таки по воинскому званию повыше будет. Это тоже нужно признать. Как он говорит, не будет России. То есть, внимание, они уже это допускают. Ну, вы чувствуете, когда пропагандисты тональность подбирают. Ну, то есть, это же две большие разницы. Мы бровь поднимем, и Украина падет, поймет и так далее. И в перерывах, в рекламной паузе они падают все огневые точки. Ну, что там у той Украины. И вот эта вот формулировка о том, что, блин, а если мы не победим? Я смотрю этот шепот Шахназарова, который он там запустил в честь того, что Россия может проиграть. А я считаю, что она уже это сделала. Оказывает колоссальное влияние на происходящее в России. Ну, во-первых, значит, Соловьев, он же этот эфир сделал несколько часов назад. И, во-первых, он спалил подразделения, которые были перекинуты в Курскую область. И, внимание, некоторые позиции. А еще он показывает российских солдат, которые, как выяснилось, надебилы. Они все очень четко понимают. У них разница между вторжением в Украину и операцией, как они считают, по защите Курской области, очень четко делится в голове. Они прекрасно знают, где Россия заканчивается. Кто научил этих мудаков такому? Сначала был кокос, а в итоге сократился до кокоса. Какие отвратительные у них лица. Вы слышите на заднем фоне этот мудозвон? Он же помет смеется. Смех отвратительный, неискренний, так смешно. Ну, смешно ему почему? Потому что они думают, о, так может быть, это философия российского руководства. Все сократилось до кокса. Мария Шмара-Захарова знает, о чем в этом деле толк. Имеется в виду, что они дипломатическими грузами тягаются в Латинской Америке кокс. Ну, только для себя, не для продажи. Ну, не будем отвлекаться. Давайте-ка послушаем настроение. Что они говорят, российские военнослужащие в Курской области, которые, внимание, они не планировали переезжать туда. Они думали, будут палить украинские хаты. А теперь что-то пошло не так. Тут ощущения совсем другие. Здесь уже наша земля конкретно. Чувствуются все иначе, все свои люди. За нас переживают, нас любят. Там отношение было другое. Как и отношение к работе, так же отношение к людям. Ну, там и фронт стабильный, здесь нет. Ужас. В Курской области нестабильно. Путин обещал всем стабильность, а стабильности ее нет. А где она? Стабильность сделала жест доброй моли и переместилась на подготовленные позиции ближе к Москве. Этот товарищ сравнивает отношения в Украине и здесь. То есть, еще раз, в пропагандистском сюжете они четко фиксируют, что в Украине они являются кем? Правильно. Окупантами. Кем мы являемся в Курской области? Ну, мы же не собираемся это себе забирать, присоединять. И вообще, наша задача вести войну таким образом, чтобы российский солдат умирал. Но желательно это делать на территории Российской Федерации. И это происходит. Это же интервью дают монозвону такие подкованные. Это не те, кого приковывают к батареям или к столбам, или к деревьям за нарушение воинской дисциплины. Это элитное войско Путина. И элитное войско Путина прекрасно понимает, где Россия заканчивается. Слушайте, так бы хотелось бы, чтобы этот парень встретился с украинской планирующей бомбой. В Курской области. Солидарны? Пишите мнение в комментариях. И подписывайтесь на мой YouTube канал. Что еще? Какие мы видим свидетельства из пропагандистских эфиров? Они вообще-то Путина не должны радовать. Он, наверное, смотрит это, если еще ему мозг позволяет анализировать ситуацию. И рвет на себе волосы последние. На Курское направление приехали, я ни разу дожди здесь не вижу. Вот дождь, конечно, безопаснее передвигается, птичка, они прохожки не работают. Конечно. Сюда с Белгорода? Да. А в Белгород с Парк. Ну, парень о чем говорит? Говорит о главном тренде, который сейчас мы все наблюдаем. Перенос российского военного вторжения куда? Там, где оно должно быть. Ну, то есть, бои ведутся все больше и больше на российской территории. Ну, по крайней мере, этого в новостях. Нет, там еще раз. И в Запорожье, и в Херсоне. Там все, так как всегда, кроваво. Пока не видно предпосылок, чтобы их оттуда изгнать. Но, с другой стороны, не видно предпосылок, что они могут продвинуться дальше. Видите? Курск тут воспалился. Отсоединяется. Если Путин в отношении украинских территорий применяет термин «приобретение», то какой же антоним этому? Отрицательное приобретение? Как-то уже избито. Мы по открытке едем, а там лесной массив пустой, довольно-таки. Нас сверху худо обнаружили. Вот на Донбассе, на Украине, там от леса мало что осталось. И по санктуру напрямую нету зеленого. А здесь вот война только началась. Ну да. Еще целый лес. Еще не выжгли. Да. Как я видел, они тут напал, нас баба-яги стали расширять. Да, ну вот там, где на территории Украины, допустим, на Белгородском, ну это на Харьковском, всякие области, там же они напрямую работают со «Старлинком». Да, да. Им точки дают, они летают, отрабатывают. А здесь «Старлинк» не берете. У них устаревшая информация. Теперь последние версии большинства украинских дронов, они уже не опираются на «Старлинк». На что не опираются, я знаю, но об этом мы говорить не будем. Почему? Потому что у нас здесь не технический YouTube-канал. Мы тут смотрим за главными трендами. Так вот, тренды какие? Видите, он сравнивает Донбасс и Курскую область. И он понимает, что леса еще целы, но надолго ли это? Вот правда. Если стоит вопрос, что лес должен быть уничтожен, чтобы там не находились российские собачка-свинка, ну дальше вы знаете, то, может быть, это лучше делать в Курской области, чем в Луганской или Донецкой. Ну, по-моему, ответ опять же очевиден. Вот эта вот история, да, что Баба-Ига летит, все сжигает. Насчет того, Баба-Ига ли это, и что делают, например, дроны Хевешот в Курской области, мы тоже здесь говорить не будем. Пусть для них это будет сюрпризом, потому что они же там, когда анализируют действия вот этой вот жидкости, которую все выжигают, у них там масса эмоций. Понимаете, запах жареного дошел уже даже до московских студий. Кто бы мог подумать? Они даже не понимают, что когда они используют немецкую технологию Второй мировой войны, но теперь это применяют беспилотникам и сжигают лесополки, что это вызывает у наших ребят? Это уже совсем другая война. То, что не понимают не Зеленские, что не понимают американцы, они когда рассуждают о Курской чиновной операции, хочется просто эти морды взять и в грязь. И что было понятно, отношение сейчас такое, что такой ненависти к Западу, как сейчас, после того, как они вошли на Курскую землю, я не видел никогда давно. Это просто осознанная ненависть. Когда любая европейская сволочь открывает рот, они даже не понимают, какую реакцию это вызывает у мужиков. Любительница Бобрятина смотрит на этот пропагандистский бред и удивляется. Говорит, да, как низко мы пали. Значит, мужики, они сейчас как встанут? И шо? Мы все видели, как они натянули, установили переправу через речку Сейм, хотели переправиться, а потом прилетели наши ракеты и все сожгли. Ну и да. Некоторые российские захватчики, они погибли. Хотя, почему же? Почему же сразу погибли? Они отправились в лучший мир, который обещал им Владимир Путин. Это концерт Кобзона. Ну, вернемся вот к этой вот дискуссии там на болотах. Не по поводу жидкости, которая все выжигает вместе с российскими солдатами, а по поводу, какие поставки будут осуществлены Украине. Вот правда. Это же все равно остается принципиально важным. И то, что поставят Украине, произведенного на Западе, а с другой стороны, этот тренд, самые умные в звании генерала-лейтенанта запасы, но тем не менее, тоже уловили. К чему все идет? Если кратко, значит, украинские планирующие бомбы, и не только бомбы, не закончатся никогда. И не будет в Курской области лесов. Да, вот что хотелось бы в этом плане еще, так сказать, отметить по Рамштайну. Ну, по дальнобойным ракетам. Речь идет вот об этой ракете АГМ-158 «Джасм», речь о которых пошла с тех пор, как американцы стали говорить о поставках F-16. Ну, аспект вот этой ракеты имеет такой военный и политический аспект. С военной точки зрения. Хорошая ракета, ничего не скажешь, но ничего нового к тому, что у Украины уже есть. Те же «Стормшедо», те же «Скальпы», та же дальность, 300 километров, малозаметные, высокоточные. То есть оружие хорошее, но не абсолютное. Ну, во-первых, дальность все-таки больше. По документам, минимальная дальность – это ракета «Джасм», 360 километров. Ну, это так. Кто-то скажет, туда-сюда 60 километров. Так-то она так, если это вглубь России. Хотя, по-моему, плюс 60 километров вглубь России – это хорошо. А вы что думаете? Во-первых, у украинцев слишком мало F-16 для того, чтобы поставлять эти ракеты в более-менее значимых количествах. То есть много не поставят. А поставки там, ну, десяток, два десятка ракет в квартал тоже погоды не сделают. Тем более, что мы научились их достаточно хорошо сбивать. Наша система ПВО уже и наши расчеты ПВО. Особенность российских генералов, что они все научились сбивать еще до того момента, как мы это начали применять. И мы не начали это применять. Почему? Потому что это еще не поставили. По крайней мере, даже в социальных сетях я не видел где-то информации о применении этих ракет «Джасм». Надежды у него на что? Что ракет будет мало и самолетов будет мало. А я вот не думаю, что на это им нужно надеяться. Понимаете, это, да, вот эта вот вечная дискуссия с запаздывающим Западом. Это так. Но действуют они все-таки системно. И это сейчас будет объявлено в эфире на российских телевизорах. В каждой квартире российской об этом говорят. Хотя, вот знаете, когда Мудазбон размышляет на тему «А зачем нам такая планета без России?» Тут же можно добавить, придурки, вы же можете просто вывезти войска с территории Украины и живите как хотите. И, возможно, даже курские леса не успеют выгореть в полном объеме. Это с военной точки зрения. Да, естественно, есть еще один вариант этой ракеты. Это ракета JASM-ER с дальностью свыше 900 километров. Это уже серьезнее. Но я считаю, что если вдруг американцы решатся поставить эту ракету, то это, конечно, совершенно другой, качественно новый этап эскалации. И здесь, конечно, нам нужно принимать уже... Ну, потому что тысячи километров, это они... Но Владимир Владимирович ведь намекнул на возможный путь эскалации. Какой намекнул? Он впрямую сказал. Он сказал, что если они будут носить удар по нашим ядерным объектам, по атомным электростанциям, то ведь и мы можем действовать. Да, ну, здесь зеркальнее... Для этой цели нам не надо использовать даже тактический ядерный объект. Нет, нет, нет. Но удар при правильном направлении ветра, удар по украинским атомным электростанциям приведет к тому, что ядерное облако пойдет на Европу. На Европу. Там роза ветров, да, она пойдет прежде всего. И тогда европейцы точно поймут... Манничелла таким вот образом пытается как-то использовать ядерный аргумент. Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, экономическом в кавычке, говорил о том, что если что, то мы будем лупить по украинским атомным электростанциям. Вообще, когда он это говорит, потому что вот будет ветер обязательно в сторону Европы, и все обязательно, европейцы, все умрут ради Владимира Путина. Так вот, а к чему вот эти вот уточнения? То мы по атомной станции бахнем, или мы ядерное оружие используем. Почему ядерное оружие? Он не проговаривает. Раньше проговаривал. Сразу хочу сказать этим жителям большой, но сокращающейся в размерах страны, что, ребята, в случае такого развития событий, это же будет воспринято как нападение. И тут уже не будет вот этих вот историй, там, упал БПЛА российский шахет в Польше, в Румынии, или в Латвии, как это было накануне. Будут другие действия. Какие действия? Они все направлены на то, что вот эта термитная смесь будет распылена в Москве. Прямо над бункером. Прилетит специальный хевишот, такой с большой-большой бочкой. И прямо на вход бункера это все выльет и выжгет до минус 33-го этажа, где прячется он, кремлевский упыр. Ну и политический аспект, конечно, почему Зеленский так настаивает. Я считаю, что, конечно, во-первых, это в преддверии выборов создать проблемы следующей администрации. Ну, прежде всего, Трампа, если он победит на выборах, если они решат поставить эти ракеты. Ну и второе, побудить все-таки немцев. Немцы очень, так сказать, трепетно смотрят, что сделают американцы. Ну, мы помним историю с леопардами. Сначала поставили американцы там 10 своих абрамсов, и потом немцы тут же с радостью начали поставлять леопарды. Ну, наверное, здесь тот же расчет, что если американцы поставят этот джазм, то немцы тут же начнут поставлять Тауэрс. Что еще интересного в этом Рамштайне? Во-первых, выступление Остина о том, что Соединенные Штаты совместно с украинцами работают над созданием зенитно-ракетного комплекса для замены нашего С-300. Не вашего, а нашего С-300. Именно так. Потому что С-300 есть, а ракет к нему нет. А значит, это что? Что ракеты появятся. Это же классно. Ну, слушайте, ракеты к комплексам ПВО, плюс Джасом, плюс Тауэрс. Я смотрю, лесов в Курской области не останется. Второе, для работы над заменой ракеты Р-27, это ракета класса воздух-земля, которая используется на самолетах для, ну, во-первых, для борьбы с воздушными целями, с крылатыми ракетами, то есть решает задачи ПВО. И, во-вторых, воздух-воздух, прошу прощения, и для воздушного боя. То есть, о чем это говорит? Плюс, вы сейчас зачитали, что они еще работают над планирующей... Ну, раз французы им передали отсутствие технологии, то есть, единственное отвечение будет, что они будут ставить надпись Made in Ukraine. Да, то есть, взят, видно, курс на то, чтобы... Чтобы выбрали Париж. Чтобы украинцы создавали все-таки сами. На Рамштайне Остин об этом много говорил, что переданы средства для закупки соответствующего оборудования, и всякого такого, и это эффективнее. Вот, помните историю с грузов Дефенс, да? Мы два года назад собирали деньги на фабрику. Не на дроны, а на фабрику. Теперь у нас есть фабрика, и мы эти дроны производим сами. Возможно, этим успехом восхитились в Пентагоне и говорят, что так давайте попробуем так. Действительно, это же рабочая история. Потому что Россиян надо отстреливать, независимо от ситуации, выборы в Штатах, не в Штатах. Это же демократия, там постоянно выборы. А оружие должно быть на потоке. Вот, что западники взяли курс на то, чтобы Украина производила сама. Не знаю, прав ли Зеленский то, что они там все под землей стараются делать. Но думаю, что уничтожение этих производственных мощностей, это, я считаю, задача номер один. И так они грозят нам уже третий год подряд. А если учесть, что с 2014 года это все началось, то есть уже больше десяти лет. И делают это с такими лицами, как будто вот еще чуть-чуть, и будет парад, о котором они так мечтали. Но война-то все дальше и дальше. Меняет вектор. Вот даже по артиллерии. Мы смотрим интервью нашего командующего Сырского. Он говорит, что теперь разница с артиллерийскими ударами один к двум. А еще недавно было один к десяти в пользу Российской Федерации. То есть разрыв сильно сократился. А если учесть, что западная артиллерия на порядок точнее, то ее эффективность с большой вероятностью выше. А кто сказал, что боеприпасов будет меньше? Их будет больше. Там заводы работают днем и ночью. Наши подземные и не только. То есть оккупанты за эту войну, они настолько высокий чек оплатят, что придется им проклять Владимира Путина в истории на многие-многие поколения. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok